Математика миллионеров совсем другая. Если ты высчитываешь каждый месяц, сколько должен откладывать, то принадлежишь к группе людей, которые думают линейно. Миллионеры так не мыслят. Богатые никогда не мыслят линейно. Боду Шефер – человек, который учит искусству приумножать свое состояние. Его имя широко известно в Германии, но мало кто готов прислушиваться к нему в нашей стране. Интересно, что в последнем интервью Шефер настойчиво заявил, что у жителей России и стран СНГ на сегодняшний день шанс стать миллионером намного выше, чем у жителей Европы. Как так вышло и почему вы до сих пор не стали миллионером? Все секреты я раскрою прямо сейчас. Вы на канале «Заметки миллионера» хотите узнавать больше полезных финансовых советов? Тогда жмите на кнопку «Подписаться». Феномен Боду Шефера В 26 лет Боду Шефер оказался полнейшим банкротом. Размышляя о том, как жить дальше, он пришел к выводу, что без чужой помощи ему из создавшейся ситуации не выбраться. На эту мысль его навели спортивные передачи по телевидению. Даже у самых знаменитых спортсменов всегда есть тренер. Боду Шефер решил, что его первоначальным капиталом, с которого начинается путь к успеху, станет именно финансовый тренер. Каждому из нас нужен человек, который способен взять нас за руку и повести вперед, постоянно активно помогая нам. У всех богатых людей были свои тренеры. Хороший наставник заставит вас выложиться на все 110% и убережет вас от напрасной траты времени, поскольку будет обучать вас на чужих ошибках. С помощью нужного человека, стремлению к богатству, упорству и финансовой грамотности Шеферу удалось не только выбраться из долговой ямы, но и стать финансово независимым. На сегодняшний день Боду Шефер и сам является отличным финансовым тренером. Воспользовавшись его советами, у вас тоже есть шанс добиться успехов и стать богатым. Главные советы финансового Моцарта. Многие рекомендации Шефера стары как мир. Экономить деньги, искать лучше оплачиваемую работу, добиваться от начальства повышения зарплаты и вкладывать сбережения в акции. Однако Шефер умеет по-новому преподносить эти рекомендации публике. Кроме того, он учит своих последователей правилам психологической игры с самим собой. Например, он советует завести журнал «Успеха» и заносить в него все услышанные в свой адрес комплименты. Перечитывайте их в тяжелые минуты. Это помогает выстоять в суровых буднях. Неплохо было бы также иметь альбом мечты, куда рекомендуется вклеивать картинки с изображением ваших грез. Новенький лимузин, 20-комнатная вилла, отдых под пальмами. Ну а выходя из дома, имейте в кошельке, скажем, 1000 рублей. Это придает уверенность в себе и укрепляет чувство собственной значимости. Успех – это возможность получить то, чего желаешь, а счастье – это умение насладиться успехом. С деньгами все в жизни дается легче, намного легче. Значение денег в том, что они дают нам возможность выбрать то поле деятельности, которое приносит наибольшую радость. Ну а бедность делает людей несчастными. Но, конечно, одним успехом сыт не будешь. В своей книге «Путь к финансовой независимости» Шефер описал два пути достижения богатства, о которых мы поговорим далее. Но перед этим хочу вам напомнить, что отблагодарить меня за проделанную работу и дельные советы очень просто. Вы должны всего лишь поставить лайк под этим видео. Есть только два пути. Первый путь – быстрый. О нем идет речь в подзаголовке книги «Первый миллион за семь лет». Срок может быть и не столь долгим. Семь лет – это всего лишь символ. Для того, чтобы сколотить первый миллион, человеку, как я уже говорил, необходим тренер, наставник. Задача ведь не только в том, чтобы заработать некую сумму, но и в том, чтобы измениться как личность. Вам нужно стать активнее, работоспособнее и мобильнее. Второй путь к первому миллиону – более медленный. 15-20 лет. В этом случае я предлагаю стратегию, состоящую из четырех пунктов. Вы экономите определенный процент своего дохода, вы вкладываете сэкономленные деньги в акции и инвестиционные фонды, вы повышаете свой доход и откладываете определенный процент от каждого достигнутого повышения дохода. Тем самым вы обеспечиваете себе финансовую защиту, финансовую безопасность и, наконец, финансовую свободу. Такова стратегия. Но переходя от теории к практике, важно четко понимать не только стратегию, но и тактику достижения больших денег. Если прислушаться к Бодо Шеферу, то он предельно ясно и просто рассматривает в этом случае при умножении сбережений. Миллионером может стать каждый, если будет откладывать часть заработанного. Сама меньше 10%. Эти деньги, вложенные в инвестиционные фонды, должны давать вам ежегодно не менее 12%. Придерживайтесь этой схемы, и вы непременно станете миллионером. У меня к вам следующее предложение. Платите самому себе зарплату. Вносите в начале каждого месяца 10% своего ежемесячного дохода на отдельный счет. Жить на 90% своего дохода так же легко или так же тяжело, как и на 100%. Вкладывайте эти 10% в инвестиционные фонды или акции, и ими вы вскармливаете ту курицу, которая будет нести вам золотые яйца. Далее начните экономить деньги. Я предлагаю вам завести сберегательную книжку, на которую вы на протяжении полутора лет будете ежемесячно вносить удваивающиеся суммы. Начните со 100 рублей. Через месяц вы внесете, соответственно, вдвое больше – 200 рублей, затем 400 и так далее. Конечно, через 10 месяцев вам понадобится уже около 52 тысяч рублей. Это весьма солидная сумма, поэтому с самого начала подыскивайте себе новые источники дохода. Перейдите на другую работу, смените поле деятельности. Вы имеете в запасе 10 месяцев до того момента, когда процесс пойдет по-настоящему, и вам придется вносить весьма крупные суммы. Через полтора года у вас на сберкнижке накопится весьма значительная сумма, которую в противном случае вы бы не имели. Неважно, где ты живешь, важно, кем ты себя чувствуешь. К России у Бода Шефера отношения особые. И вот почему. У меня особый интерес к странам, которые охотно учатся и развиваются. Мне кажется, что на данный момент ни одна страна не идет вперед столь быстрыми шагами, как Россия. Я с огромным удовольствием наблюдаю за тем, с каким желанием россияне наверстывают упущенное и познают новое. Естественно, сейчас положение в России очень тяжелое, но это самое лучшее время для того, чтобы стать миллионером. У жителей России сейчас намного больше шансов сделать состояние, чем у жителей Германии. Россияне не должны думать, я бедный, потому что живу в России, им следует рассуждать иначе. Именно потому что я живу в России, я могу стать богатым. Друзья, как вы думаете, сильно ли влияет страна на ценность кошелька и жителей, либо же это только отговорки? Оставляйте свое мнение в комментариях к этому видео. Удобно, что сейчас вам не приходится тратить время на поиски финансового тренера, ведь достаточно лишь зайти на YouTube и включить нужное видео. Прислушавшись к советам Бода Шефера, откинув все сомнения и отговорки в сторону, у вас действительно появится шанс добиться желаемой финансовой независимости и стать богатым. Мой вам совет, не упустите такой шанс. А также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, ведь только так вы всегда будете первыми получать полезные денежные советы. С вами были заметки миллионера. Ты можешь стать богаче. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok